Добро пожаловать на вторую сессию FPGA Inside Out. Данное видео посвящено FIFO. Мы объясним внутреннюю логику и принцип работы FIFO. Затем мы расскажем о верификации, в частности рассмотрим организацию TestBench самопроверкой для нашего FIFO. Для демонстрации данных концепций мы будем использовать микроархитектурный тренажер HDL Gadgets. HDL Gadgets – это фронт-энд для симулятора. Он позволяет пользователю взаимодействовать с симулятором в пошаговом режиме и обеспечивает визуализацию симулируемого HDL кода в реальном времени. Для начала позвольте мне упомянуть классическую статью Клиффорда Каминга, в которой объясняются основы проектирования FIFO. Хотя в этой статье основное внимание уделяется асинхронному FIFO, логика нашего синхронного FIFO, который мы рассмотрим в этом видео, основана на тех же принципах. Запустим первый сценарий под названием Single FIFO. FIFO – это память со специальным режимом доступа на запись и чтение. FIFO состоит из Dual Port RAM и блока контрольной логики. Для начала переведем схему FIFO в исходное состояние, используя Reset. Данные записываются в FIFO, когда оба сигнала UpWallet и UpReady в единице. Это также называется операцией Push. Записанные данные регистрируются на выходном порту FIFO. И данные остаются на порту до тех пор, пока не поступит POP-запрос на следующие данные. POP происходит, когда оба значения DownWallet и DownReady в единице. Указатель записи увеличивается каждый раз, когда происходит Push. Указатель чтения увеличивается каждый раз, когда происходит POP. Указатели ходят по кругу. После достижения максимального значения указатели обнуляются. Указатели используются для адресации портов записи и чтения Dual Port RAM. Данные символы звездочки – всего лишь визуализация живых транзакций. В конструкции FIFO нет логики для индивидуального отслеживания транзакций. Но FIFO по-прежнему гарантирует целостность данных, помещенных в FIFO, и данных, извлеченных из FIFO. Это делается посредством генерации условий Full и Empty, которые предотвращают перезапись данных, которые не были извлечены, и предотвращают повторное извлечение одних и тех же данных. Логика, генерирующая условия Full и Empty, также опирается на значения указателей записи и чтения. Если значения указателей совпадают полностью, то FIFO в состоянии Empty. Если FIFO в состоянии Empty, значение Down Wallet в нуле. Когда значение Down Wallet в нуле, операция POP не может произойти, даже если значение Down Ready в единице. Указатели содержат дополнительный старший бит, который не используется для адресации Dual-Port RAM, но помогает различать состояние Empty и Full. Если младшие биты указателей записи и чтения совпадают, но старшие биты различаются, это означает, что FIFO в состоянии Full. Если FIFO в состоянии Full, а PREDI в нуле. Когда APREDI в нуле, операция PUSH не может произойти, даже если UP Wallet в единице. Вы можете найти синтезируемый RTL-код для FIFO, который мы только что рассмотрели в папке HDL. Поговорим о верификации FIFO. Прежде чем начать, позвольте мне привести одну диаграмму из статьи Юрия Панчула, опубликованной на hubr.com. Эта диаграмма демонстрирует, как группа инженеров, в частности RTL-дизайн инженер, верификацион инженер, модел инженер и физикал инженер, сотрудничают внутри команды. Мы видим, что RTL-дизайн инженер вместе с физикал инженером работают над синтезируемым RTL-кодом, а модел инженер разрабатывает транзакционную модель проекта. Симуляция занимает центральное место в рабочем процессе проектирования. Симуляция обеспечивает согласованность модели и синтезируемого RTL-кода, и за это отвечает верификацион инженер. В следующем сценарии мы рассмотрим тест-бенч с самопроверкой для нашей конструкции FIFO и продемонстрируем данную концепцию в действии. Давайте запустим сценарий 2. Переведем компоненты сценария в исходное состояние при помощи Reset. Здесь мы видим новый компонент ModelQ – очередь модели. Мы можем поместить данные в хвост очереди операции Push. Мы можем извлечь данные из головы очереди операции Pop. ModelQ является моделью нашего FIFO на уровне транзакций. Поскольку наш FIFO RTL управляет Wallet Ready сигналами шины, мы также можем заставить его генерировать сигналы Push и Pop для управления моделью. Когда оба значения UpWallet и UpReady в единице, данные на UpData записываются не только в RTL-дизайн, но и в модель. Операция Push. Когда оба значения DownWallet и DownReady в единице, происходит Pop данных не только из RTL-дизайна, но и из модели. Еще один необходимый компонент – это монитор, который сравнивает данные на выходе из RTL-дизайна и из модели. Пока Wallet данные из RTL-дизайна соответствуют данным, хранящимся в голове ModelQ, мы можем видеть чистую индикацию – отсутствие ошибок на мониторе. Посмотрим на System Verilock Code для модели. Посмотрим на System Verilock Code для модели. Давайте предположим, что поступила новая спецификация проекта, которая требует, чтобы наш дизайн функционировал таким образом, что каждая входная транзакция реплицируется на выходе дважды. Model Engineer может легко изменить модель, чтобы реализовать данную функциональность. Теперь, когда модель изменена, мы видим, что каждая входная транзакция дважды появляется в очереди модели. Очевидно, что функционально модель больше не соответствует RTL-дизайну. И мы видим, что монитор показывает ошибку. На данном этапе RTL-инженеру необходимо исправить RTL-код, чтобы поведение RTL-дизайна соответствовало новым требованиям проекта. Мы разберем данную задачу в нашем следующем видео, когда более подробно углубимся в специфику протокола WalletReady. На данный момент это все. Вы можете установить HDL-гаджет и самостоятельно поэкспериментировать с рассмотренными сценариями. Пожалуйста, не забудьте подписаться. Оставляйте свои комментарии и вопросы ниже. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...